Лето – время отдыха, общения и интересных дел. Как совместить все это в Надыме, придумали в департаменте образования более 20 лет назад, когда открыли летний оздоровительный лагерь «Мечта». Здесь созданы все условия для того, чтобы ребята отдохнули и интересно, используя для здоровья. Лето для меня началось весело и смешно. Вкусно кормят, все весело. Ходим в бассейн, ходим на каток, скоро пойдем, может быть, гулять. Еще множество чего предстоит сделать нам в этом лагере. – Мы были в доме природы, были в домашнем очаге ЦРР. – Но вы не жалеете, что вы в Надыме остались этим летом? – Нет, не жалею. – Я не на все лето, я как бы скоро уже уезжаю, но все равно даже не хочется уезжать, прощать. – Нет, что там жалеете, все равно же это тепло. Ну, хоть погода немножко так, ну, тепло. – Ну, друзей в этот год много новых? – Да, очень много. – В общем, вы не жалеете о том, что здесь проводите все лето? – Нет, вообще не жалеем. Да и что тут жалеть, когда каждый день тебя ждет что-то новенькое и интересное. Всем лагерям ребята играют в интересную игру «Гармония». Именно так называется их государство. В нем семь городов или отрядов. Мэры города – воспитатели, а жители – все мальчишки и девчонки. В первой смене их поселило здесь 170. – Каждый день на линейке для подведения итогов мы вручаем какие-либо отличительные знаки жителям, которые проявили больше себя в большей степени в течение дня. Таким образом, к концу смены у нас уже будут свои лидеры среди жителей. На торжественное открытие лагеря в новое государство пришли гости, родители и друзья. Я хотела бы прежде всего поблагодарить президента, всех мэров и жителей наших новых городов за то, что мы сегодня имеем возможность на летний период расширить границы нашего Надымского района. Ну а расширить границы активного отдыха воспитанникам поможет увлекательное путешествие в три виртуальных мира – единство, культура и спорта. Каждый житель гармонии сможет найти себе увлечение по вкусу. Основной уклон мы делаем на оздоровление детей, затем на привитие им здорового образа жизни через вовлечение и погружение их в три мира. Все это созвучно и солидарно объявленному в России президентом в 2014 году Годом культуры и также объявленным губернатором Ямал-Анеинского автономного округа Годом гражданского единства. Средства на организацию лагеря выделены из бюджетов Надымского района и регионального. За летний сезон здесь отдохнут порядка 300 детей в основном льготной категории и из национальных сел. Ежедневно четырехразовое питание и оздоровительные процедуры в центре «Домашний очаг». Но самое важное – все вместе они станут участниками многочисленных тематических и спортивных игр, соревнований, интересных встреч, экскурсий, кинопросмотров и экологических акций. Оксана Захарова, Игорь Забаровский, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok